Сейчас женщины на лавочке не сидят. Они сидят в мастерских, в парикмахерских, и на улицу выходишь невесело. Понимаете? Нет счастья на улице. Почему? Потому что женщинская энергия ушла вся в работу. Но энергия любви ушла из жизни людей, потому что женщины занимаются не тем, чем надо. Все, приехали. Итак, две женских, два основные вещи, которые женщина должна в своей жизни реализовать. Принять условия жизни мужа и принять его характер, свое сердце. Потому что приятие — это основная функция женщины, которая делает ее счастливой. Она должна учиться принимать. Ну, по факту привыкать. Привыкнуть к характеру и привыкнуть к его зарплате. По-русски, если сказать. Вот. Теперь смотрите, женщина не принимает. То есть она не хочет такой зарплаты. Это означает жадность для женщины, потому что карма у ней такая. Вот она, вот такая у нее жизнь. Вот сколько муж получает, столько и нам хорошо в семье. Это означает, что она женщина такая удовлетворенная в жизни. Но если женщина начинает сама работать, ей недостаточно, сколько муж получает. Вот тогда, там, она и получит свои страдания. Потому что, когда женщина начинает сама работать вместе с мужем, и если тем более зарабатывает больше, чем он, то вот это вот больше заработок ей как искомено в жизни. То есть, понимаете, это русское слово. Ей это очень плохо. То есть она несет эти деньги. Ей так плохо от этих денег, что она их несет. Лучше бы их не было. Потому что это для нее означает, что она убивает свою жизнь. Потому что женщине работать крайне тяжело. У нее психика приспособлена для личных отношений, близких отношений. А там на работе деловые отношения. И она работает, и я думаю, у нее психика напрягается. Ей очень тяжело. Она деньги эти заработала, несет. Это все равно, что она с военных действий заработала. Это из войны принесла деньги. Ну, то есть деньги тяжелые для нее, очень тяжелые. И это для всей семьи тяжелые деньги. Потому что она туда энергию любви все отдала, а для семьи ничего не остается уже. Ее же обязанность это в семье. И она от этого будет счастье испытывать или страдать. Ну, допустим, женщина всю жизнь зарабатывала. Дети невоспитанные, муж неухоженный. Он терпит, терпит, пошел гулять от нее, потому что любви не хватает. Мужчина, он не имеет энергии любви. Он нуждающийся в этой энергии. И поэтому у него два выбора есть. Или духовной практикой серьезно заняться, и от Бога любовь получать. Или получать от другой тетки, которая где-то там за поворотом. Вот. То есть почему он уходит гулять? Потому что жена не дает любовь достаточно. Или не воспитывает его. Тоже надо же энергию туда вкладывать в мужа. То есть чтобы он не гулял, надо энергию в него вкладывать. А если женщина работает, ей у нее нет сил вкладывать энергию. Ни в детей, ни в мужа, ни в родственников. Это тоже большая проблема. Если родственникам не звонить, с ними сюсю-пусю не делать, то они постепенно начинают крыситься. Есть такое слово. То есть они как бы такие злые становятся. Непонятно на что. Само собой. То есть их надо тоже поддерживать с родственниками. Тоже надо разговаривать. Постоянно общаться. Это женская деятельность. Мужчин не будет с родственниками. Это надо всем звонить и общаться со всеми родственниками. Иначе они начинают думать не весь что. Понимаете, а когда все это делать? Если женщина на работе пришла домой, устала, надо все равно стирать, убирать, все это надо все равно делать кое-как. Еще родственникам звонить. Еще детей воспитывать. Ведь работа-то женская, от этого не отменилась. То есть женская деятельность от того, что женщина работает на работе, она не отменилась. Она какой была, такая и осталась. И она за это будет отвечать. Дети невоспитанные, кто больше страдает? Жена. На ее нервах это все сказывается. Они мучают ее. Они не отца будут мучать, ему все по барабану. Он сидит так, ребенок невоспитанный, допустим, что-то делает не так. Он сидит, ну, делай так. Ну, если не так, ну, ремня дал. Ну, будем ждать, когда так будет. Ремня еще раз дам, если что. Ну, то есть у него просто один вариант это наказать или не обращать внимания мужчины. А кто должен заниматься-то с ребенком? Женщина. И если она не занимается с ним, он ей нервы будет мотать. Он с ней все вопросы будет решать с ней, а не с ним. Потому что она там хозяйка в доме. Это значит, что она за все отвечает. Она со всеми общается, со всеми выясняет отношения, всех спрашивает, как дела, потому что на ее психике это отражается. Если сын пришел со школы, не выучил уроки, это женщине будет хуже, а не мужчине от этого. Она психически от этого страдает. Она чувствует, что надо что-то делать с этим. Она, конечно, может мучить мужа, но муж может не мучиться. Он может мучиться, может не мучиться. В зависимости от того, как у него настроение. Понимаете, женщины? Цена зарплаты. То есть вы как бы решили, что денег нам надо больше в жизни. Не вот экономно, а тихонько жить на то, что есть, а вот побольше. Вот эта цена будет у вас такая. Будет тяжелая, несчастная жизнь от того, что вы не тратите силы на семью. Теперь вы спрашиваете, а если муж заставляет работать? Ну он заставляет работать, но он же не может вас заставить много работать. Он заставляет вас что делать? Ходить на работу и получать зарплату по мере возможности женской. Допустим, вы ему скажете, вот я сколько получила, столько получила. Что от этого изменится? Он что скажет? Надо больше. Ну и что, твои проблемы? Ну и зарабатывай больше. Это же его обязанности. Я вот сколько смогла, столько заработала. Потому что у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть много работы. Я на работу сходил, чуть-чуть поработала. Заработала сколько могла. А остальное ты... Надо больше? Пожалуйста, работай. Больше. Работай на двух работах, если нужно больше. Все. Женщины как бы... Здесь ничего не возьмешь. И также, допустим, на работе. Некоторые думают, начальники, что женщину... А это вот все зависит от настроения женщины. Если женщина нацелена на семью, то начальник это тоже видит. И он понимает, с нее ничего не возьмешь. Или ее увольнять, или пусть работает как может. Все. И она работает как может и уходит. Она нацелена на семью. Теперь она нацелена на работу. Она боится, что ее уволят. Вот она, вот, все. Предалась начальнику. Хорошо. Поработаешь еще два часа. У нас много работы. Еще сверхурочность. Зарплаты чуть-чуть побольше тоже будет. Все. Если не хочешь, уволю. Нет, нет, пожалуйста, я поработаю. Ну все, тогда сейчас мы на тебе будем ездить, моя хорошая. И будет ездить до тех пор, пока волосы дыбом не встанут. Женщина, она будет работать, соглашаться, а внутри ей будет тяжелее и тяжелее. И она будет улыбаться внешне начальнику. А самой тяжело уже становится. Почему? Потому что она работу променяла на дом. И поэтому судьба ее мучает. Если она как бы считает, что она, главное, это дом, все это видят. Начальник говорит, останься подольше. Она говорит, а мне надо, вот, у меня дети там, туда, все, я не могу остаться. Они будут сейчас в трубку плакать. Ну, он говорит, ну, понятно, дети плачут, надо идти домой. Ну, все, она идет домой. Он говорит, я тебя уволю. Она говорит, ну, я что могу сделать? Смотрите сами, мне все-таки надо домой, я не могу ничего. Ну, он думает, или увольнять, или оставлять. Ну, пусть работает. Понимаете или нет ситуацию? Сколько зарплаты, а вот сколько Бог дал, столько и зарплаты. Нет проблем. Женщина должна выбрать, или мы сыто кушаем, и никакой жизни нет. Или мы кушаем, может, менее сыто, но зато есть жизнь, есть любовь, есть отношения. То есть надо выбрать духовное, а не материальное в жизни. По факту, если женщина отдает силы в семью, это ближе к Богу. Это более духовное. Потому что жизнь становится более качественной. В семье мужчина жизнь качественную не сделает. Он может только помочь жене сделать ее качественной. Объяснить ей, как жить, как-то направить ее, поддержать, подсказать. Вместе с ней посуду помыть, попробовать, чтобы запустился механизм. Но остальное, ну, что он может сделать? То есть это ее жизнь. Это она эту жизнь живет сама. Или она ее живет, или она мучается, не живет. Но это ее жизнь, и она от этого больше всего страдать будет. И, как и все это делает. И, как и все это делает.